Это ведь покер. Тузы — это хорошо. Две пары бьют одну пару, флэш бьёт стрит. Покажи мне свои карты, и я покажу тебе свои. Всё просто, да? А вот и нет. Потому что покер — это не только игра за зелёным сукном, но и борьба умов. И одним из важнейших оружий в этой борьбе, приёмом, который вам необходимо иметь в своём арсенале, является блеф. В покере не существует правильной или неправильной игры. В нём нет универсального метода, гарантирующего успех. Но есть способы максимально увеличить ваши шансы на победу. В покере существуют хорошие и плохие привычки, ситуации, которых нужно избегать, и наоборот, к которым стоит стремиться. Обладающие знаниям стараются использовать их по максимуму. Мы научим вас игре и пройдём вместе весь путь от основ до продвинутого уровня. В наших первых четырёх программах мы, может быть, не рассказали обо всём, что вы хотели знать о покере, но теперь вы знаете механику игры, важность стартовых рук и позиции. Пора немного повеселиться. Тема нашей сегодняшней передачи — блеф. В нашем разделе мы рассмотрим блеф как таковой, а также так называемые «Контбет». Вы уже привыкли к тому, что наша программа путешествует по всему миру. Сегодня мы заглянем в Лас-Вегас и посетим Южную Америку. В нашей традиционной рубрике «Архив» мы покажем несколько интересных раздач из фестиваля на Багамах. Кроме того, мы послушаем интересную дискуссию о блефе, в которой примут участие Лука Пагано, Ванесса Руссо, Лив Боэри и Крис Манимейкер. В роли эксперта в рубрике анализ от профессионала сегодня выступит Даниэль Негряну. И, наконец, Хосе Барберо раскроет секрет своего успеха в турнирах латиноамериканского покерного тура. А начнем мы, как всегда, с теории. Блеф является неотъемлемой частью покера. Самой его простой формой является ставка или рейс с рукой, которая не является сильнейшей. Именно это и делает блеф таким интересным приемом. Вы задаете себе вопрос, действительно ли у вашего соперника сильнейшая рука или он пытается провернуть блеф. Итак, перед вами наиболее важные цели блефа. Выигрыш банков, который при вскрытии вы проиграете. Заставить соперников гадать. Давление на оппонентов. Первая цель. Самая очевидная и самая важная. С помощью блефа вы можете забирать банки, которые в противном случае вы бы проиграли. В техасском холдоме не так-то просто получить хорошую комбинацию. Если вы каждый раз будете сбрасывать, ничего не поймав, противники будут забирать гораздо больше банков, чем вы. Вторая цель важна для тех ситуаций, когда у вас действительно очень сильная рука. Если вы никогда не будете блефовать, все будут знать, что у вас на руках. Я тебя вижу насквозь. Вряд ли вы хотите, чтобы все сбросили в ситуации, когда у вас карманные тузы. Не так ли? И, наконец, третья цель блефа. Давление на соперников. Некоторые не выдержат и прогнутся, то есть будут действовать крайне пассивно и сбрасывать лучшие руки в пас. Другие могут выйти из себя, что скажется на качестве их игры, а вам даст дополнительные фишки. Теперь, когда вы знаете, зачем блефовать, мы покажем вам, как это делать. Атакуйте, заметив слабость. Не блефуйте против нескольких противников. Блефуя, изображайте какую-то сильную руку. Если у вашего противника не слишком сильная рука, блефовать гораздо легче. Уловили слабость или неуверенность оппонента, атакуйте. Блефовать против одного человека гораздо проще по одной простой причине. Чем больше соперников в банке, тем больше вероятность того, что у одного из них будет сильная рука. И, наконец, вернемся к тому, что блефуя, вы изображаете сильную руку. Давайте рассмотрим пример. Вы заколировали префлоп рейс от UTG с рукой король-дама. Можно предположить, что у соперника сильная рука. Флоп 7 балет 10 дал вам двухстороннее стрит-дро. Противник поставил. Вы заколировали. На терне пришла четверка треф. Соперник снова поставил. Вы кол. На ривере пришла шестерка бубновой масти. Ваша стрит-дро не доехала, но зато на ривере закрылось множество других возможных стритов и флэшей. Противник снова ставит, и вот он, ваш шанс. Маловероятно, что у соперника стрит или флэш, ведь он ставил на всех улицах. Скорее всего, у него высокая карманная пара или сет. Вы делаете большой рейс, и если противник не успел вас слишком хорошо изучить, он не может продолжать борьбу, поскольку вы изображаете стрит или флэш. В нашей передаче участвуют не только звезды, ведь покерный мир существует благодаря огромному количеству простых игроков. Меня зовут Энн Локлин. Я работаю в области тренинга и рекрутинга для игровой индустрии, то есть обучаю людей работе на рулетке, блэкджеке и покере, а затем помогаю им трудоустроиться. Я еще и мать, поэтому играю в покер только в свободное время. Я научилась играть шесть лет назад. Я тогда работала в казино и хотела быть дилером. Я пошла в казино «Виктория» и отыграла сессию. По-моему, я выиграла второй турнир, в котором приняла участие. С тех пор я влюбилась в покер и продолжаю в него играть по сей день. Прежде чем мы продолжим, давайте освоим еще несколько покерных терминов. Я крутой, со мной лучше не связываться. Не могу показывать тузов в каждой раздаче, ведь рейс с королями для вас это слабо. У меня флэш-дро. Заманим в ловушку. Он меня мог выдавить, у меня всего лишь валет старший. Хороший кол. Тилт. Когда игрок находится в состоянии тилта, в его игре правят эмоции. Игрок в тилте, как правило, играет больше банков и действует агрессивнее. Обычно соперники пользуются его нестабильным состоянием. Умение не впадать в тилт, то есть контролировать свои эмоции, считается отличительным признаком настоящего покерного профессионала. Рыба или фиш. Так называют плохого игрока, который представляет собой легкую добычу. Я так сыграл против рыбы, а не против сильного игрока. Жесть. В покере этот термин имеет как позитивную, так и негативную окраску. Означает невероятно, кошмарно, ужасно. Это нереальная жизнь. Например, применительно к исходу данной раздачи слово «жесть» очень подходит. Все закройте глаза, я не могу сбросить. Похоже, мы теряем еще одного игрока, у него всего лишь 5% на победу. Хотя, как знать, ему нужна пятерка или десятка. И это десятка! Рафити, похоже, не может поверить в свое невезение. С другой стороны, когда у игрока удачная полоса, и он выигрывает раздачу за раздачей, очень часто можно услышать термин «сикрон». Флот. Флот или флотинг – это одна из разновидностей блефа. Игрок калирует ставку соперника, не имея готовой руки. Только для того, чтобы блефовать на более поздней улице. Например, в данном случае Ницше заколировал с рукой валет шесть, не имея ни пара, ни дро. Затем, когда соперник проявил признаки слабости, он поставил. Вынудив своего соперника сбросить – это прием из арсенала продвинутых игроков. А теперь мы переносимся на Багамы. Мы посмотрим фантастический блеф из хедзапа главного турнира «The Poker Stars Caribbean Adventure 2010». Это покер самой высокой пробы. Эта раздача была сыграна в главном турнире «Poker Stars Caribbean Adventure 2010». Хайрисон Гимбл провернул потрясающий блеф. При этом он использовал все три концепции, о которых мы недавно рассказывали. Во-первых, ему противостоит только один игрок. Блеф лучше всего работает именно в такой ситуации. У его соперника Тайлера, Раймона, до Ривера была лучшая возможная комбинация стрит. А вот после того, как дилер выложил Ривер, Гимбл решил, что ситуация удобна для блефа. Он интерпретировал размер ставки Раймона как проявление слабости и пустил в ход третью концепцию. Гимбл изображает очень сильную руку, в данном случае флэш, и вынуждает Раймона сбросить. Вот это, я понимаю, блеф. Действительно, очень красивый блеф. Вы лишний раз убедились в том, что молодых игроков стоит опасаться. А теперь мы переносимся в Лас-Вегас, где Даниэль Негриану специально для нас проанализирует классный блеф из большой игры. В этом шоу любитель, которого называют всадник без головы, играет с маститыми профессионалами. Итак, Дэвид Питт, известный как Вифер, заколлировал рейс любителя Троя Ховарда. Соперники сыграли чек на низком флопе, а после того, как на терне вышел туз, всадник без головы поставил 10 тысяч долларов. Вифер заколлировал с девяткой старшей. Очевидно, у Дэвида был план. Так, здесь остановитесь. Прости, Даниэль. Некоторые люди думают, что блеф — это рейс в тот момент, когда на доске появляется туз. Обратите внимание на то, что вместо этого Вифер всего лишь заколлировал. Таким образом, он практически убедил Троя в том, что у него почти наверняка есть туз. Значит, если у соперника карманные дамы или валеты, то у Вифера будет возможность блефовать на ривере. Кстати, обратите внимание, что на доске появились всевозможные стрит-дро. Да, стрит вроде бы низкий, но Дэвид играет большое количество рук, например, туз-4, туз-5, и если на ривере придет тройка или двойка, он может попытаться изобразить стрит. На ривере действительно пришла тройка, здесь трой не должен ставить, поскольку он сделал рейс на префлопе. Все поняли, что пятерки у него нет. Двойки, которые дает ему стрит, тоже. Единственная сильная рука, которая у него возможна в данной ситуации — карманные тузы. Таким образом, ему стоило сыграть чек. Вместо этого он поставил еще 10 тысяч. Это как кусок мяса, брошенное куле. Конечно, Вифер мгновенно атакует. Идет ол-ин. У него нет ни пары, ни дро, вообще ничего. Он задумал и подготовил блеф еще в самом начале раздачи. Вы можете видеть, какая трудная проблема стоит перед троем. Он наверняка подумал, что я здесь бью. Вифер сыграл чек на флопе, заколировал на терни, когда вышел туз, а теперь идет ол-ин после того, как открыли тройку. У него не может быть руки 9-7. Что бы там ни было, эту руку я не бью. Он сбрасывает, а Вифер, разумеется, показывает ему свой блеф. Отлично сыграно, сэр. Если вы хотите больше узнать о покере, заходите на сайт pokerstars.net Пришло время небольшой паузы. Известно, что покер — это игра селективной дезинформации. А отсюда вопрос. Кто из этих трех игроков говорит правду, а кто лжет? Однажды я пела национальный гимн перед тремя тысячами человек. Когда я был тинейджером, мое лицо было проколото в семи местах. А я могу съесть 15 хот-догов за раз. Ответ вы узнаете после небольшой паузы. Перед перерывом мы спросили, кто из этих игроков говорит правду. Это не Ванесса. Руссо никогда не пела национальный гимн перед такой большой аудиторией. У нее вообще неважный голос. Крис Манемейкер не может съесть 15 хот-догов за раз. А вот у Дэвида Уильямса действительно на лице было семь дырок от пирсинга. Если блеф – это вранье, то контбет или ставка в продолжение – это маленькая невинная ложь. Так что же такое контбет? Пора снова заглянуть в учебник. За покерными столами часто используется такая форма блефа, как контбет или ставка в продолжение. Под продолжением здесь понимается продолжение агрессивной префлоп-стратегии. То есть игрок делает рейс на префлопе, то он ставит и на флопе, независимо, попал он в него или нет. Если игрок не пользуется контбетом, то очень скоро его противникам становится очевидно, есть ли у него сильная рука или нет. Если вы ставите на префлопе, а затем играете чек на флопе – это признак слабости. Именно поэтому игроки используют ставку в продолжение, однако не стоит его применять в каждой раздаче. Мы обозначили четыре важных правила, которым нужно следовать, решая ставить, контбет или нет. Пользуйтесь ставкой в продолжение избирательно против трех и более соперников. Проявляйте разумную сдержанность против хитрого соперника, который способен проверить серьезность ваших намерений ререйзом. Колл в таких случаях может оказаться слишком дорогим. Чаще применяйте контбет против тайтовых оппонентов, поскольку они с большей вероятностью сбросят карты в пас. Ставьте чаще на сухой доске. Сухой доской в покере называют низкие и нескоординированные карты. Контбет – это очень мощное оружие в вашем арсенале. Вы должны использовать его достаточно часто, однако не перестарайтесь. Таким образом, чтобы преуспеть в покере, иногда нужно рисковать. Заставляйте соперников гадать, блефуете ли вы или у вас действительно очень сильная рука. Избирательная дезинформация – ключ к успеху в этой игре. Все иногда делают префлоп рейс, не имея ничего. Он перекрутил до 110 тысяч. Однако некоторые это делают намного чаще других. 70. Три рейс – 70 тысяч. Даже если этот подход не всегда приносит успех. 55 тысяч. 55 тысяч. Маленькое замечание для начинающих. Если вы сделали рейс с рукой 8-4 разномастной, вы не хотите увидеть кол. Он переставил 448 тысяч. Я сделал рейс с 8-4 из первой позиции. Соперник на малом блайнде применил 3-бет. Я ненадолго задумался, у меня в стеке было 33 больших блайнда. И решил, что это отличный момент для блефа Олына. Я двинул все фишки в центр стола, и он мгновенно заколировал с рукой Туздама. Он сделал мув, а Конрад заколировал с рукой Туздама. Мне повезло, я поймал восьмерку на ривере. Грустно вот так вот вылететь в результате блефа с рукой 8-4. На ривере 8 пик! Невероятно! По сути, это была ключевая раздача, которая решила для меня исход турнира. После этого я уже почти не сомневался в том, что победа достанется мне. В 2010 году Хосе Барберо превратил блеф, прошу прощения, творческий рейс в прибыльный бизнес. Барберо выиграл, он стал победителем этого турнира второй раз подряд. Пусть и не без помощи удачи, в Лиме, в рамках латиноамериканского покерного тура, Хосе выиграл четверть миллиона долларов. Неплохо, особенно если учесть тот факт, что именно Барберо выиграл предыдущий турнир серии в Пунто-дель-Эсте. Десятка! Это десятка! Все начали понимать, что это не просто везение и знаменитое выражение Уорхола «15 минут славы». Это не про Барберо. До Хосе никто не выигрывал двух титулов латиноамериканского покерного тура, а он выиграл два подряд. Приехав в Лиму, я не думал о победе. В том смысле, что регистрируясь в турнире, вы всегда размышляете о возможной победе, но вы ее не планируете. Ведь по теории вероятности шансы были очень малы, и тем более выиграть турнир серии второй раз подряд. Однако по мере приближения к заветной цели я начал думать, а чем черт не шутит, может и выиграю? Вау, может я победил это? Дело не в прекрасных пляжах Пунто-дель-Эста, где Хосе ощущал себя очень комфортно, и не в особой энергетике Лимы. Просто Барберо был в ударе, он поймал кураж. А в таком состоянии, и это вам скажет любой покерный игрок, нужно играть как можно больше рук. Я думаю, уверенность в себе самая важная вещь в покере. Когда понимаешь, что ветер подул в твои паруса, одновременно начинаешь гораздо лучше чувствовать своих соперников, и все делаешь вовремя. Все идет легко и гладко, и ты вроде не прикладываешь никаких усилий. Если дела не складываются, я всегда советую успокоиться, не бросаться в каждую раздачу. А вот если, наоборот, вы чувствуете уверенность в себе, в своих силах, записывайтесь во все турниры, какие только можете, и в интернете, и вживую, в таком состоянии вам будет сопутствовать успех. В реальной жизни Хосе очень спокойный, даже немного вальяжный молодой человек. Трудно представить, что это тот самый игрок, который сметает все препятствия на своем пути суперагрессивными префлоп-рейзами. Однако не стоит думать, что игра Барберо — это одна сплошная агрессия. Начо меняет свой стиль в зависимости от стадии турнира и конкретных соперников. По ходу турнира мой стиль меняется. Поначалу я обычно играю очень тайтл, приглядываюсь к соперникам и стараюсь подметить их слабости. А после того, как вводятся анте, и на финальном столе, я действую очень агрессивно. Никто не хочет со мной связываться, ведь у меня репутация немного сумасшедшего. Все покерные игроки немного сумасшедшие, и все же поосторожнее с рейзами с рукой 8-4 разномастные. Мы еще вернемся к рубрике «Игра в наших программах». Я немного сумасшедший. В этой рубрике лучшие игроки откровенно расскажут о себе. Здесь я уже никого не боюсь. И самых ярких эпизодах в своей карьере. Помню, словно это было лишь вчера. Так что продолжайте смотреть наши программы. Пришло время нашей традиционной рубрики «Моя игра», в которой мы предоставляем слово простым игрокам. Я играю в онлайн примерно 3-4 раза в неделю. Парочку турниров сит-энд-гоу каждый вечер. Параллельно я смотрю телевизор, что, наверное, не самая удачная идея. Кроме того, я играю в местном пабе, где также выступаю в роли дилера. Иногда я принимаю участие в живых турнирах, в других местах, но делаю это не так часто, как мне хотелось бы. Ведь я ращу дочь. Надеюсь, главные успехи у меня впереди. Пришла пора расслабиться. Послушаем, что ведущие игроки мира думают о нашей сегодняшней теме. Блеви. Каждый январь отель «Атлантис» на Багамах распахивает свои двери перед участниками покерного фестиваля pokerstars.net – Caribbean Adventure. В турнирном зале все заняты делом, но вне игровой зоны у игроков есть шанс сбросить напряжение и поболтать. В пляжном баре собрались приятели, чтобы обсудить нюансы игры и особенности собственного подхода к игре. Сегодня у нас в гостях Лив Бэйри, победитель турнира E.P.T. в Сан-Рему. Лука Пагано, лидирующий по попаданию в деньги на турнирах серии. Ванесса Руссо, выигравшая за карьеру в живых турнирах более трех миллионов долларов. И легендарный Крис Манимейкер, победитель главного турнира мировой серии 2003 года. В этом турнире Крису удался, пожалуй, самый известный блеф в истории покера против Сэма Фархи, в котором Манимейкер пошел ол-ин и выиграл раздачу с рукой король-старший. Одна из самых интересных и трудных вещей в покере – это хороший блеф. Крис Манимейкер, поведай нам о своих легендарных блефах. Мне удался один очень хороший блеф, и с тех пор все думают, что я постоянно блефую. На самом деле это не так. По-моему, ты блефуешь. Да не, точно блефую. Совсем не так часто. У него имидж такой, не разрушай его. В действительности я блефую гораздо реже, чем многие думают. Конечно, без блефа не обойтись. Это часть игры. Посмотрите на это лицо. Ну, как можно ему не верить? А насколько важен блеф в твоей игре? Блеф – это часть моей игры, поскольку я теперь гораздо лучше понимаю значение имиджа в покере. Пару лет назад я об этом знала, но слабо представляла, как этим пользоваться. Помню Даниэль Нагриану, как он мне сказал. «Хотел бы я быть в твоем теле. За покерным столом я бы извлекал из этого гигантскую выгоду». Он знает, как использовать имидж женщины-игрока, а я тогда этого не понимала. Однако в последнее время я очень много работала над тем, чтобы четко представлять, как моя игра выглядит в глазах противников. И я замечу, что для меня труднее всего играть, когда за столом сидят другие женщины. С мужиками проще, да? Я точно не знаю, что они там обо мне думают, но и в свою очередь мне очень трудно составить какое-то мнение об их игре. По большому счету, я стараюсь не бороться с ними, это слишком сложно. Честно, с женщинами очень трудно. Вообще, я согласна со всем, что сказал Алиф, особенно что касается игры против мужчин. Конечно, блеф – это очень важный аспект игры. Как ни крути, нужно выигрывать фишки, а сильных рук сдают недостаточно. Так что без блефа не обойтись. Просто нужно выбирать моменты. Когда же наступает подходящий момент? Да, пожалуй, в каждой раздаче. Крис Манимейкер прославился своим блефом против Сэма Фарха в хедзапе главного турнира мировой серии в 2003 году. Давайте посмотрим, что там произошло. У Криса король семь, у Сэма дама девять. Манимейкер сделал рейс с три больших блайнда. Фарха заколировал. На флопе девять-два-шесть. Две пики, оба сыграли чек. На терне пришла восьмерка пик. Фарха поставил триста тысяч с топ-парой. Манимейкер сделал рейс восемьсот тысяч с флеш-дро и стрит-дро. Сэм заколировал. На ривере упала тройка червей. Фарха сыграл чек. Манимейкер пошел ол-ин. После долгих раздомий Сэм сбросил. Великолепный блеф. С любой рукой, в любой ситуации? Многое зависит от стола, но я, пожалуй, блефую чаще, чем должен. Может быть, я должен смешать твой стиль с моим, поскольку ты блефуешь намного больше, чем нужно. А я это делаю гораздо реже. Наверное, из-за моего образования. Я предпочитаю хорошо просчитывать риски. Сколько раз ты попадал в деньги на ИПТ? Семнадцать раз. Семнадцать на момент записи. Восемнадцать, когда эта передача озвучивалась. А сейчас, наверное, еще больше. Он просто счастливчик. Вау! А знаешь, сколько я? Семнадцать. Один. Мне твой результат нравится куда больше. Как вы считаете, почему молодые игроки так агрессивны? И почему они так любят большие блефы? Что за этим стоит? Каждый хочет быть мачо. Вот как? Они много общаются. И каждый хочет рассказать друзьям историю про свой крутой блеф. Я считаю, что агрессивная игра в нужные моменты может переносить прибыль. Однако, очень часто игроки впадают в крайность. Я думаю, что объяснение этого факта лежит в сфере игры в интернете. Эти ребята привыкли выигрывать много раздач. А в живой игре подходящие руки заходят не так уж часто. Вот они и пытаются выиграть раздачи, в которых их шансы заведомо хуже. По крайней мере, что касается чистой математики. В такой ситуации единственный способ выиграть раздачу – это блеф. Так что частично все объясняется простой скукой. Они не привыкли долго сидеть, не выигрывая раздач. То есть молодому человеку скучно, он видит возможность и смело атакует. Гораздо смелее, чем обычный игрок. К тому же у них нет жен, которым они должны отчитываться, отвечать на неприятные вопросы, типа «Как же ты пошел, Ол-Ин, с рукой Король-5?» И снова мы возвращаемся к рубрике «Моя игра». Разумеется, я очень хочу выиграть турнир мировой серии. Я бы очень хотела повторить успех Лив Буэри и выиграть турнир серии ИПТ. Это была бы настоящая фантастика. Вообще было бы здорово выиграть живой турнир. Может быть, я так и поступлю через пару лет, когда моя дочь поступит в университет. Я стану посвободнее и буду чаще играть в живых турнирах. Конечно, я, как и все игроки, мечтаю о победе в крупном турнире. Может быть, это не все, что вы хотели знать о покере, однако мы неплохо продвинулись. Итак, что же вы сегодня узнали? Мы установили, что для блефа существует ряд причин, и выяснили, в каких ситуациях он наиболее эффективен. Вы увидели несколько великолепных блефов из нашего видеоархива. Кроме того, мы выяснили, что Дэвид Уильямс не боится иголок. Чтобы закрепить полученные знания на практике, заходите на pokerstars.net и загрузите и установите бесплатный софт, следуя несложным инструкциям. Заходите на стол и постарайтесь найти хорошие ситуации для блефа, но не переусердствуйте. В следующей программе мы расскажем о турнирном покере. Объясним, как проходит турнир и дадим важные рекомендации. Вы поймете, что значит выиграть большой турнир, и узнаете, в каких турнирах вы можете принять участие. Перед тем, как расстаться, хотим еще раз напомнить о том, что даже самый искусный блеф не всегда приносит успех. Какая неприятность! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok